Однажды Уля, Джамма и Ариф отправились в Баку за приключениями. Нырнули в темный подвал за волшебными коврами. Здравствуйте, добрый день. Что у вас здесь есть интересное для вас? У нас здесь наши азербайджанские ковры, шестяны, шелковые, есть старые термейджи. А вот именно те, которые подвесные на стенку, есть у Ась? Подвесные на стенку? Да, чтобы вешать на стенку. Это как называется? Актихты, тоже как из Азербайджана. Она и в Каталбусе есть. А это какого года? На нем год не указан, но на числа. Это 80-90 лет, не меньше. Но их вывозите из Азербайджана и не разрешается. И разрешение дается. А, не дается. Так это да, национально стоит. Это карабахские лошадки наши. И ловили непослушное мороженое. Актихты, это карабахские лошадки. Мен, чоколад и серым. Старый город Ичаричаэр занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его территория была заселена еще в бронзовом веке. Это любимое место прогулок и для туристов, и для местных жителей. Здесь расположены архитектурные памятники Девичья башня и дворец Шарваншахов. История которых восходит к XII-XV векам и обросла множеством легенд. В Ичаричаэр снимали один из самых популярных советских фильмов «Человек-амфибия» и знаменитую сцену с падением из комедии «Бриллиантовая рука». Черт побери! Черт побери! Наши герои бродили по сказочному лесу, то есть по ботаническому саду, создавая свою собственную сказку. А сказки, как и любую книгу, удобнее читать в онлайн-библиотеке BookMate. С Азерсель это намного выгоднее и дешевле. Эксклюзивная цена для абонентов Азерсель – 3,50 АЗН. Без Азерсель – 8,50 АЗН. Здесь собрано 2 миллиона электронных книг, а также аудиокниг и подкастов на любой вкус, включая азербайджанский, русский, английский, немецкий, турецкий языки. Можно читать или слушать в любое время и в любом месте. Для регистрации по номеру Азерсель банковская карта не требуется. Для ежедневной подписки наберите звездочка 511 DSS. Стоимость услуги – 19 копеек. Для ежемесячной подписки наберите звездочка 533 DSS. Стоимость услуги – 3,50 АЗН. От Бакуда курорта Сибрис Ресорт – 30 минут езды. Дороги хорошие, так что ехали с ветерком. Территория Сибрис просто огромная. Здесь и современный отель, и полуторакилометровая прибрежная зона с пляжем, бассейнами, барами и ресторанами. Все удобства для замечательного отдыха в любой сезон, в том числе и с детьми. Тут даже можно купить квартиру и пользоваться всеми преимуществами хоть каждый день. Да-да, Сибрис – это еще и жилой комплекс. Здесь предлагают различные варианты жилья. Кстати, а где Ариф? Чтобы пройти этот этап и вернуть Арифа в сказку, Уля с Джамой съели вкусняшки от Ям Митрак, а затем выпили по чашечке ароматного кофе в ресторане Фишбокс. Заповедник Гала находится в 40 километрах от Баку, но экскурсия этого стоит. А вот и Ариф. Добро пожаловать к нам в музей. Археологи утверждают, что первые поселения на территории Гала возникли не менее 5000 лет назад. Двор Гончара. Здесь жил Гончар со своей семьей. Дворы были маленькие, так как Гала была деревне поселкового типа. Посевные площади у них были за окраиной села. Во дворе сажали одно или два дерева, как вы видите, это фисташковое дерево. А этому дереву сколько лет? 350. 350 лет. Здесь у нас свадебный салон 19 века. Так вы видите, украшен ковраме, так как он очень ценится у нас в интерьере. Украшали различными коврамами, килимами. Сидели они на полу, на подушечках, на тяпке. Здесь справляли свадьбы. Перед свадьбой есть специальный обряд, во время который расписываем руки Хной. Это дом 19 века, дом купца. Один из первых двухэтажных домов в нашем селе. Отличительная особенность этого дома в том, что в доме купца кухня отделена от гостиной и спальни. Это кухня купца. Как и все кухни, здесь мы готовим. Хочу вам показать дубла, для чего они предназначались. Когда мы здесь готовим, выходит дым. И весь дым этот выходит через эти дымоходы, которые называются дубла. Все строения на Апшироне, все кухни были построены в этом стиле. И называется дубла ЛАЭ. Местный музей отходов приятно удивил. В нем выставлены лучшие работы, представленные в рамках пяти выставок «От отходов к искусству», начиная с 2015 года. Чего здесь только не было. Экспонаты из дисков, пробок, крышек и даже столовых вилок. Даже картина в стиле граффити при ближайшем рассмотрении оказалась собранной из раскрашенных полиэтиленовых пакетов. Работы авторов более 40 стран мира. Особенно порадовали колоритные скульптуры азербайджанских художников. И снова в путь. Добро пожаловать в Балахане. Здесь прошла масштабная реставрация. И теперь Балахане напоминают живописный городок где-нибудь на юге Италии. В Балахане находится памятник поэту Сабиру и школа, где он когда-то преподавал. А еще здесь есть памятник Мишадии Баду, культовому герою музыкальной комедии Узира Гаджабейли «Не та, так эта». А знаете ли вы, что команда «Баку Сайтинг», созданная по инициативе Паша Травл, предлагает увлекательные авторские экскурсии по Баку и за его пределами. Спасибо Паша Травл за то, что организовали эти локации с этих домов с фресками Балаханы. Очень красиво. Супер. Я обожаю пингвинов. Здесь есть пингвины, здесь есть розы. Я обожаю розы и я обожаю розовые. Да, так же это твоя улица, точно. Теперь нашим героям предстояло пройти испытание огнем. Здравствуйте, нам, пожалуйста, три билета. Спасибо. Спасибо. Янардах переводится как «горящая гора». Это одно из немногих мест на планете, где до сих пор из-под земли самопроизвольно вырывается огонь. Во время поездок по городу также важно оставаться на связи с близкими друзьями. Для этого тариф «Сарбест» от «Азарсель». 500 разговорных минут внутри страны за 15 АЗН в месяц. А переписка в WhatsApp и Facebook Messenger вообще бесплатна. Более подробную информацию о тарифных пакетах «Сарбест» можно получить, отправив «С» на номер 7575 или посетив сайт azarsel.com. Какая сказка без волшебного дворца? Здание центра Гейдара Алиева построила гениальная Заха Хадид. Узнаете этот стиль? Ни одной прямой линии. Внутри можно увидеть выставки лучших художников и скульпторов мира, интерактивную выставку национальных музыкальных инструментов, собрание авторских кукол. Больше всего Ули Арифу понравился зал с макетами архитектурных памятников символов Баку и таких городов Азербайджана, как город-герой Шуша. Нашим героям указывал путь стук заколдованного сердца. А наградой им стал настоящий пир во Фрайдэй – любимом фастфуд-ресторане Арифа. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, один диетик бургер. Лимонад. Я буду хот-дог, давайте, бабуга, курица-барбекю, крылышки. Бум-бум, вот это что-то у вас популярное? Да, ох-недо. Да, давайте бум-бум. А мне, пожалуйста, один этот гарабала в бургер и вот колсло-салат. Какой он сделает для симпатичных коктейлов на ваш вкус? Вот у меня разбери и разбери кис. Окей, давайте сначала пробуем разбери кис. Мне кажется, что это, что-то между клубникой или малиной. 6-10 из-за того, что яркий вкус фруктов. Это вкусно, это как арбуз по-настоящему. Жевачка, то есть такого же вкуса. Я пробовала, это такой же вкус. Единственная проблема – клубника вообще не чувствуется. Из-за клубники я дам 7-10, а так было бы 9. Супер! С приложением Бусу от Азерсель вы можете изучать иностранный язык по 10-15 минут в день, будь то в шумном городе или на природе. Изучение языка в Бусу в течение 22 часов эквивалентно языковому курсу, преподаваемому в университете в течение одного семестра. Присоединяйтесь к Бусу и получите престижный сертификат МакГроу Хилл. Ровно 3 минуты ушло на то, чтобы залить полный бак. Впереди ждали мечети и храмы нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Знали ли вы, что самая большая мечеть в Закавказье расположена в Баку? Это мечеть Гейдара. Очень величественное здание. Входит в мечеть босиком и с покрытой головой. Собор святых жен Мироносец – храм Русской Православной Церкви. Его построили в 1909 году при поддержке известного азербайджанского мецената Гаджизейна Лабдина Тагиева. Новая синагога горских евреев была открыта 10 лет назад взамен старой, построенной еще в 1945 году. Спаса просто таких двориков осталось чем мало. Это было построено в 1888 году. И архитектор неизвестен. Мне нравятся такие дворики, потому что у них такой характер есть. Тебе нравится? Ну, прикольно. Прикольно, правда? Прикольно! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Фуникулёр появился в Баку в далёком 1960 году. Уля, Джама и Ариф спустились из Нагорного парка в вагончики фуникулёра. Это моя мечта была, прокатиться на фуникулёре. На остановке сели в автобус, оплатив проезд универсальной картой Бакукар и поехали вдоль Блюара. Бакинский бульвар был построен в годы, когда Баку звался Кавказским Парижем и в 2009 году отметил своё столетие. Осуществляйте свои мечты о путешествиях с картой Паша Банг Майлс энд Смайлс. Совершайте безналичные платежи картой Майлс энд Смайлс и меняйте заработанные мили на авиабилеты в более чем 120 стран. Двое взрослых, один ребёнок, пожалуйста, три велосипеда, 13 манат, спасибо. У меня здесь чаллендж, потому что я не умею кататься на двухколёсном велосипеде. Джамиля, помоги. Ой, ой, ой. Так, я буду так, Джамиля, я так буду кататься. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Это ресторан Гайнана, находится в центре Чавишаря, в старом городе Баку. Сейчас будем готовить хлеб. Добро пожаловать на мастер-класс! Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok После обеда Уля пригласила всех в культурный центр Space Thirteen. Он расположен в отреставрированном старинном здании в годы нефтяной лихорадки, принадлежавшем иранскому нефтепромышленнику. Она же выступила в роли дизайнера. Этой изумительной лепке более ста лет. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Исфар. Мой первый гость – Исфар Сарабский. Мне очень приятно. Взаимно. Да, надеюсь, это будет не последний раз кауте здесь. Будет много мероприятий проходить здесь совместно. Так, давайте послушаем вашу новую пластинку. Это вот долгожданный альбом, который мы уже записываем на протяжении долгого периода. Спасибо большое. А что вас вдохновило на это? Изначально, в принципе, это были композиции, созданные на протяжении всего моего творческого пути, в турах, на концертах. И я постепенно записывал треки. Мне постоянно говорили, что нужно записывать альбом, пора уже. Но я никак не решался. И в конце концов я понял, что это нужно сделать. И последний композитор, который я написал – это «Планета». Вот и сказке конец. А кто лайкнул – молодец! Субтитры сделал DimaTorzok